Всем привет! Делаю обзор моих артбуков. Меня много кто просил это сделать. Вот я наконец решил это сделать. Мы переезжаем сейчас на новую квартиру. Я подумал, что это хороший будет сейчас момент, когда можно в книжках своих разобраться и рассказать вам, что у меня есть, чего интересного, что может быть стоит вам купить, чего не стоит покупать. Книжек у меня очень много. Я тот человек, который правда считает, что книжка лучший подарок. И обожаю книги. И как бы их коллекционирую. Не всегда читаю. То есть почти никогда не читаю. Но у меня в основном все книжки с картинками. Вот артбуки, то бишь. Вот поэтому я их очень, в общем, люблю. И сам даже свои издаю иногда. И, в общем, хочу вам рассказать, что у меня сейчас здесь есть. За пять лет жизни в Америке много у меня довольно накопилось. Еще, конечно, есть в Москве и в Рыбинске, в моем родном. И, в общем, я разделил книги на несколько категорий, так скажем, которые основные у меня волнуют больше всего. Это книги, связанные с пинапом, потому что я пинап-художник. Книги с всякие артбуки по художникам, просто крутым, которые мне очень нравятся. Книги по кино и комиксы. Давайте, наверное, в таком порядке пойдем по уменьшению, по убыванию. Ну, по пинапу что у меня есть? У меня есть вот такая книжка. Это самая большая, наверное, книжка, которая издана про пинап. Здесь про всех художников основных, главных. И всем им довольно... Ну, огромные, во-первых, картинки. У меня там собаки весь начинают, как я только запись видео включаю всегда. Ну, ладно, давайте мы не будем на них внимание обращать. В общем, большие, огромные картинки, суперкрутое издание. У нас всякие коллекции смешных... Ну, в смысле, не смешных, всяких работ. Ну, честно говоря, книга хорошая. Стоила она что-то очень-очень много. Не помню сколько. Книга хорошая, но... Но не скажу, что обязательно в коллекции. Чисто как... Не знаю. Чисто как... Просто, чтобы было, если вам хочется, если вы, типа, профессиональный пинап-художник, вам, наверное, нужно ее иметь. Но на самом деле, там в ней ничего такого особенного нет. Текста и вообще материала не намного больше, чем в других крутых книжках. Также я купил по Пэти, Джош Пэти. Где-то тут в Америке, на каких-то... В каком-то магазине старых книжек. Тут смешно. Книжка хорошая, а тут нашлось письмо, которое давно, в 98-м году послана кому-то. Кто-то использовал ее как закладка, но там ничего интересного, денег нет, я проверил сразу. Вот. Ну, сам Джош Пэти классик пинапа. Так что, его книжку, конечно, хорошо иметь, он крутыш всегда. Оливия, Оливия Деберер-Денис, самая на данный момент, наверное, известная пинап-художница, живущая до сих пор. Она рисует там постоянно Дид Фон Тиис, для Плейбоя она много лет рисовала. Она издает свои календари на Кикстартере сейчас каждый год. Ну, в общем, она крутая во всех отношениях. Она очень крутые у нее рисунки. Сразу их понятно, что это она. Вы их, наверное, много видели. Ну, тут такая довольно полная антология всех работ ее. И, конечно же, она мне ее подписала. To fellow pin-up artist. То есть, коллеги пинап-художнику. Welcome to America. Это я еще когда почти приехал. Практически, ну, давно сразу ее встретил, и она мне, в общем, подписала книжку. Вот. Так что эта книжка хорошая. Это если вы пинапом увлекаетесь, вот это прям вообще ни разу не пожалел. Также к пинапу можно отнести книжку Диты фон Тис, которая называется ее Beauty Mag. Она тут как бы про красоту и про все такое, но тут на тему пинапа много всего таких фишек. Ну, во-первых, тут много крутых фото Диты. Вот. Ну, в принципе книжка довольно прикольная и можно подчеркнуть что-то для себя, как там рисовать какие-нибудь стрелочки или макияж или еще что-то такое. Дальше мы идем. Это Лерой Нейман, художник плейбоя, который придумал вот эту девушку Фемлин. Здесь собраны все Фемлины, которые были когда-либо напечатаны в плейбоях. Вот. Они мне очень нравились всегда. это вообще такая крутая, ну, крутой персонаж. То, что у нее чулки, только и перчатки, и волосы черные. Ну, в общем, тут эта история Фемлина. Это, собственно, книжка сама и называется Фемлина. но это для тех, кому нравятся такие рисуночки. Вот. Так что тоже хорошее дело, но не обязательно, так скажем. Вот. Дакс Найт это художник, который для плейбоя рисовал карикатуры. Тоже у него такие, ну, тоже довольно характерные карикатуры, тоже около такой пинаповский стиль, так что я его к пинапу, можно сказать, отношу. Хотя тут вся книжка из карикатур состоит. Классная, нравится мне. Также, кстати, у меня еще есть еще есть пару книг Дина Игола. Это который Мэнди придумал. Это вот такую героиню. Тоже он для плейбоя рисовал карикатуры и тоже у него ее очень много этих рисунков и тоже я его знаю и он подписал и еще он написал вступление для моей книги. В общем, мы с ним типа дружим. Вот, у меня парочка таких маленьких книжечек. Надо, наверное, купить большую, где все его работы собраны. Я тут еще увидел, что не все достал книжки, почему-то остановился, доставая его на полках ставить. ладно. Тут в основном комиксы. Ну, нет, не только комиксы. Ладно. А, дальше идем по пинапу. Джилл Грин. Самый известный пинап-художник. В принципе, его работы все знают. Это вообще, когда говорят пинап, то это его работы подразумевают всегда. Книжка Тошен, крутая. Купил я ее что-то вообще не задорого. Типа рублей за 500 давно в России. Какая-то еще была спешл прайс, не помню. Не помню. В общем, купил ее в 2011 году. И с тех пор я увлекся очень сильно пинапом. И эта книжка повлияла на выход моего первого календаря. Я отсюда, даже какие-то закладочки остались, я отсюда перерисовывал прям картинки для моего первого календаря с апокалипсисом. И, в общем, смухлевал вот так вот. И этот календарь стал популярным. И потом я решил заняться пинапом. Так что, все благодаря этой книжке. Она, наверное, самая прикольная. Если вы пинап любите, то это самое главное, что нужно иметь. Так, это что у нас? А, это просто книжка какая-то тоже старая, купленная на каком-то магазине старых книг про Бетти Пейдж. Ну, хорошая книжка. Тут вся книжка про фотографии Бетти Пейдж всячески. Бетти Пейдж тоже икона пинапа. Естественно, ее нужно ну, в смысле, если вы этим увлекаетесь, то хорошо бы иметь с ней книжку. вот еще. Дальше поедем что-то такое более неожиданно. ладно, посмотрим потом. Тысячи пинап геллс это просто сборник пинап картинок из журналов старинных. От, начиная вот там типа сороковых и заканчивая. Да, тут, наверное, в основном 50-е, 60-е, 40-е. Ну, просто тысячи картинок. Не знаю, ну, так себе. Книжка, она то, что толстая, но картинки не очень хорошие. Может, есть, конечно, какие-то идеи, но можно подчеркнуть, но не особо. Так, вот такие маленькие книжечки. Если у вас там нет денег на огромную Элфгрена или там огромную пинап, можно купить маленькую, такую Ташиновскую. Кстати, они очень хорошие. Тут можно их прям вырывать или как использовать как картинка. Печать на стену там повесить. Печать очень хорошая, цвета суперские, полностью они стоят денег, как бы, вложенных. Очень хорошие вот такие маленькие книжечки. Такая же по Варгасу. Тоже пинап художник супер известный. Ну, его тоже, наверное, многие знают, кто пинапом увлекается. Хотя мне Варгас не очень нравится, мне Джордж Петти больше нравится. Дальше идем. Такая антология пинап магазин Дэнс Хэнсонс Дэн Хэнсонс это женщина, которая в Тошен в фирме, которая вот эти все книги делает. Она не только по пинапу, это просто крутая книжная фирма. Она, в общем, ну, она и про пинап много делает от фирмы. Вот эту огромную книжку Тошен тоже сделал. В общем, Дэн Хэнсонс это женщина, которая ротикой занимается в этом Тошене и она делает делает книжки там про груди, про пенисы, про попы, про всякую историю порнографии, историю эротики, в общем, кучу всего. И вот одна из таких серий три книжки ой, ну да, три книжки в одной коробке. Короче, первая посвящена от начала прошлого века, от 900 года до годов каких-то ну до середины сороковых пост вторая мировая пост вор. Вторая часть от середины сороковых до 59-го, то есть от 45-го до 59-го. Вот это, моя любимая, потому что тут больше всего. Тут и фотки, и картинки, и тут по всем журналам, как бы разделено на журналы, и некоторые журналы исключительно фотографии публиковали, некоторые рисунки, тут, наверное, вообще больше фотографий, но очень крутая книжка, потому что это, наверное, моя любимая эра из пенапа, 45-60-й. Вот, а вот это 60-е и до наших дней здесь уже 70-е, 80-е, тут уже жесть началась, всякая. Тут вообще в основном только фотографии, и, ну, есть, конечно, прикольные, но они уже начинаются такие более безвкусные, чем дальше, журналы начинаются более пошлые, типа пентхаус и прочее, вот, но тут до наших дней на самом деле так написано, но нет, тут ничего до наших дней нет, тут может 80-ми или 70-ми кончается все, но, в общем, вот это, наверное, более прикольные, прикольные книги про историю пинапа, если вам нужно, если вы полностью хотите охватить все, вот, также Эрик Стентон, тоже Тошен, это художник, который рисовал, он такой, типа, смесь комиксов и пинапа, но он рисовал про женщин, которые доминируют над мужчинами, у него все комиксы исключительно про это, все картинки, и это очень забавно, очень, очень смешной художник, как бы, вот, он из тех художников, которые, которые не про то, как нарисовано, а вот про то, что нарисовано, и очень забавно, вот, но это я так просто, на самом деле, не сказать, что фанат его большой, а вот, что круто, это Бизар, это журнал, выходил в 50-е, это полная коллекция всего Бизар, две книги, очень толстые, тоже Тошен, то есть, вся подписка от 1 до 13 номера, от 14 до 26, Бизар, это журнал, который в 50-е годы, по-моему, выходил про, с 48 по 59, выходил про всякие, типа, БДСМ, и всякие извращения, и я, конечно, это не читал, но, потому что тут очень много текста, и он такой весь заковыристый, я купил ради, ради картинок Джона Вилли, которая очень прикольная, и которая главный фетиш художника считается, вот, про Джона Вилли, я, по-моему, узнал от Диты Фонтис, из каких-то видосов, Диты, вот, так что, вот он очень крутой, ну, и как бы, поэтому купил такую подписку, но там, в принципе, можно открыть на любом, на любом развороте, какое-нибудь письмо читать или прочитать, очень, очень смешные, иногда и необычные письма женщин, там, сороковые года про всякие штуки, которые, и там отвечают этим людям, про их истории, там, какие-то советы дают или еще что-то, все, как было в 50-х, в 40-х, но очень, очень забавно, ну, и все про вот такую, типа, секс с тематикой, и все такое, тут Проня хочет ко мне прийти в кадр, но мы его, конечно, не пустим, потому что Проня в книгах плохо разбирается, он, конечно, сгрыз пару в детстве, но не особо, так, дальше давайте пройдемся по книжкам с художниками, по пинапу, сейчас быстренько, ну, еще вот у меня есть вот такая, про, это не совсем пинап, это Lifestyle Illustration, это просто иллюстрации журналов 50-х, которые тоже очень крутые были, тоже, а, нет, это не Ташен, ну, такая, нормально, но это больше для художников, или для тех, кто именно иллюстрацией увлекается, старинной, что еще у меня есть, так, 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 быстренько, ну, наверное, и все, а, нет, не все, вот это не иллюстрации, это, это обложки старинных, это тоже не пинап, это обложки старинных палп-журналов, которые очень, тоже некоторые смешные, некоторые нелепые, и они у всех такие названия, типа Naked Witch, там, Голая Ведьма, ну, короче, они все такие на тему секса, на тему всякой преступности, они разделены по секс-машин, в, 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 они разделены все вот эти обложки в этой книжке, в общем, она книжках прикольная, разделены по тематикам, там есть, типа, тема злых хиппи, злых коммунистов, злых, там, нудистов, и вот так вот вся эта книжка чередуется этими, лег сзади меня, ну, ладно, чередуется всеми вот этими тематиками, там, всякие секты, вот, в конце, дьявол злой, целая подборка обложек про дьявола, вот, их, по-моему, несколько этих книг, синорама, там, две, ну, в общем, прикольные, хорошие, ну, что еще, чтобы плавно перейти к художникам, ну, те, кто еще из, 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 из плейбоя, еще и мой один из любимых художников, Кирас, или Кирас, не знаю, как его, точно зовут, французский, у него очень, очень узнаваемый стиль, вот такой, он тоже в плейбоя много-много лет рисовал, у него такие вот девушки, они очень своеобразные, но у него круто цвета подобраны, они всегда супер гармоничные, и, ну, просто с композиция, и вообще с художественной точки зрения, во-первых, голые девушки, хоть они и такие у него, своеобразные, в его стиле, но все равно, ну, а во-вторых, чисто с художественной точки зрения, очень хоро, очень крутой, Кирас, всем тоже советую, но это вот у меня, чисто по художникам, которые в плейбои рисовали, еще у меня есть вот такая книжка, Sex and Horror, она про искусство художника Александра Бифигнанди, короче, художник, итальянский, по-моему, который рисовал то ли к книжкам, то ли, не, не фильмам, но он и фильмы рисовал, но основа так были книжки или комиксы про всякую жесть, про, в общем, голых женщин и монстров, и тут тоже на каждой обложке есть голая женщина и на каждой обложке какой-то монстр ее мучает, причем это вот тут прям серии про каких-то, про такого уродливого чувака, серии обложек, и это итальянские, по-моему, это все к итальянским комиксам, я сейчас вспомнил по ходу, потому что у меня есть, я потом купил несколько комиксов этих по-моему, даже с его обложкой, вот, это порно комиксы, они, ну, как бы, лайт вариант, но все равно тут все темы крутятся, что вот Дракула пришел к женщине голой и давай ее насиловать и пить кровь параллельно, она дает ему отпор, но одежду все равно он с нее сорвал, ну, в общем, но нарисованы они прикольные, очень просто, но очень, так как они старинные, вообще только за старинные комиксы топлю, они все очень классно нарисованы, только тушь, два цвета, просто, но на каждой странице по две панельки вот такие и все супер смотрится все равно, это я перешел уже к комиксу, давайте не про комикс, давайте дальше, Фролло, по-моему, его ударение, это тоже типа такой пинап, но с BDSM уклоном, очень классный художник, французский, по-моему, или итальянский, не знаю, как его зовут, не знаю, просто Фролло, в общем, ну, советую тем, кто любит всякие BDSM штуки, смотреть, как они нарисованы, в него я тоже много вдохновения подчеркнул, так, дальше, Дэйв Стивенс, это художник комиксов, известный, он, к сожалению, умер, довольно молодым, но он рисовал в основном в 90-х, в конце 80-х, 90-х, меня постоянно с ним сравнивают, и вообще, американцы говорят, что я, как бы, реинкарнация Дэйва Стивенса, потому что у меня стиль очень-очень на него, на самом деле, похож, но я это сделал как-то неумышленно, потому что я самому Дэйву Стивенса вообще не особо, ну, не знал тогда, у меня как-то так получилось, я узнал о Джефф Скотт Кэмбберли первом, и потом уже только о Дэйве Стивенсе, но как-то у меня так само получилось, что на его стиль похож. Ну, у него, в принципе, такой довольно классический комиксный стиль, он рисует женщин красивых, ну, ну, естественно, мне он тоже нравится, потому что он, как бы, все тут есть, в чем мне нравится, в картинках, он создатель Рокетир, такой, ракетчик, типа, у нас перевели, по-моему, фильм еще сняли, даже по его комиксу, у меня, кстати, этот комикс есть, я не знаю, где, где-то есть комикс Рокетир, который называется, а вот он я купил, потому что вот этот комикс, ну, не знаю, тут, кстати, Бетти Пэйдж одна из главных героин, вот, и вообще он про нее, про ту эпоху рисовал, поэтому еще может не с ним сравнивать, дальше идем, Дэвид Даунтон, это художник, который в фэшн, больше иллюстрации, но он тоже красиво рисует женщин, это книжка исключительно про женщин, которых он писал, но и больше всего тут Диты, потому что он ее очень круто рисует, это чуть ли не одна из его главных мус, вот, поэтому а так как она муза, так скажем, официальная муза пинапа и всего такого, то естественно я его тоже люблю, ну и вообще он очень, очень просто, но очень лихо это все делает, рисует, это книжка давно мы купили с Настей Норман Роквелл, но это классика американская, все его тоже знают, это мы еще в России ее, кстати, купили, 880 рублей стоило, супер дешево для такой огромной книги, но сейчас наверное она многодорожнее, дальше, это я по всяким художникам и творцам пошел, по артбукам, вот эта книжка этого, как его, Александр МакКвин, про всю его моду, мы купили на выставке в Нью-Йорке, очень крутая книжка, супер вдохновляет, супер необычные наряды, и мне вообще нравится его стиль, такой dark fashion такой, как сказать, немножко готический, но при этом очень красивый, в общем, Александр МакКвин forever, когда он как раз умер, сделали его огромную выставку в Нью-Йорке и мы на нее попали. Вот эта книжка очень тяжелая и большая Тима Бартона, она тоже купил на выставке Тима Бартона, которая была в Лос-Анджелесе лет 10 назад, тут просто рисунки Тима Бартона и она просто очень тяжелая, ну просто огромная книга рисунков, эта книжка меня с, как сказать, вдохновила на иллюстрации диснеевских героев стиля Тима Бартона, я как-то сидел, у нас комп 1 был тогда, то ли у Насти сломался комп, что-то, она такая, дай мне твой комп, мне нужен что-то по урокам в Америке уже, я такой, ладно, иди, садись, ну, она там делала, а я такой, а что бы мне поделать, я тогда ипада еще не было, я взял книжку, Тима Бартона стал листать и придумал вот эту серию по героям в стиле Тима Бартона. Билибин, наше, наше все, аж, считай, комиксный, главный художник, русский, ну, Билибин очень крутой, это я купил в тот приезд, по-моему, в Россию, просто потому, что маленькая книжечка, но много его работ, сказки, опять же, всегда можно почитать. Джорди Бернетт мой, один из самых любимых художников, потому что, потому что он рисует, опять же, голых женщин, не только голых, но красивых, всегда, и всяких крутых мужиков, и это, типа, Индиана Джонс и прочее, он испанский иллюстратор, и он, в основном, да, у него очень красивые линии, красивые женщины получаются, и прям сплошное вдохновение, не перестаю восхищаться, как он это делает, он комикс наибольший художник, но у него каждая, как бы, страница, тоже оно все нарисовано очень такими лихими штрихами, но каждая страница, она, как отдельная картина, вот, у меня его несколько, кстати, есть комиксов отдельно, покупал такой, Чика, даже про женщин, про каких-то изнасилований, голых женщин в джунглях, и просто какие-то, ну, такое, почти порнуха, но, ну, тут, короче, жесть, но нарисовано очень круто, я не знаю, почему многие художники, которые женщины хорошо рисовали, их на какую-то эротику такую жесткую тянет все время, меня в том числе, а вот эта маленькая книжечка я купил на комиконе или на выставке аниме художника как же его зовут, Шинтаро Кагу, японский художник, он ее даже подписал по-японски, в общем, я тогда не знал, что это какой-то супер известный художник, мне просто очень понравились, у него супер глючные картинки, и комиксы он рисует, и супер жесть он все такое рисует, мне очень понравилась необычность этого всего, и оказалось, что он довольно крутой художник японский, а с другой стороны маленький комикс Пич Момоко тоже художница, ну ее я вообще знаю, она работала на многих японских трэш-фильмах, и в общем, ну вот короче, вся японская жестятина, всякие кишки и расчиненка, вот это их рук дело, можно сказать, их как бы они визуализаторы этой всякой жести, очень крутая, очень горжусь и очень ее люблю, и рад, что с ним познакомился, он выглядел как парень типа лет двадцати, а потом я узнал, что ему лет пятьдесят, но японцы, они так часто выглядят, не понятно, сколько лет, в общем, что я показываю, Эшли Вуд, суперкрутой художник, просто маленький артбук, у него вообще почти нет артбуков, это какой-то артбук какой-то японской выставки, или что-то, он на японском весь языке, вообще никакой нет информации, сразу картинки, тут только чуть-чуть по-японски написано, по-английски, по-абзац на всю книгу, но сам художник очень-очень крутой, прям тоже женщины, ноги, отдельная страница про ноги есть, и вообще женщин голых, и которые, графика такая, он и маслом фишет, но в основном это графика, так, ну, дальше Hellboy, это как его мать не него, но это тоже классика, все художники его любят очень, но Hellboy, это обложки, по-моему, Hellboy, просто тут собран артбук его большой, дальше маленькая отечественная производитель Redisage, книжечка русалочек его, какой, за какой год, 2016, он Мер Мэй делал, каждый год выпускает артбук маленький, вот, очень крутой, очень круто он рисует лица, особенно и вообще, так что, ну, и друг, опять же, Джефф Скотт Кэмпбелл, это художник, который нарисовал Ген-13 комикс, в России его знали, также он нарисовал комикс Дэнджер Гелл, этот делюкс эдишн, много страниц, супер красивые женщины, вот такие, и экшен, 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 это ладно, это мы про комиксы поговорим, в общем, его я был фанат, наверное, раньше всего, с самого детства, и, естественно, я его тоже увидел тут, на местных комик-конах, и купил, накупил у него кучу книг, в общем, все книги он мне подписал, его тоже стиль на меня повлиял очень сильно, еще с, с конца школы, я его перерисовывал, перерисовывал, и, и мои лица девочек, которые я сейчас рисую, на него, конечно, похожи на его лица девочек, в чем-то, есть похожие моменты, вот, ну, крутой, вот, опять же, что он написал, что он моим творчеством тоже восхищается, я ему показал, подарил, свои картинки, подарил календарь, он это тоже видел в интернете, на меня подписался, в общем, взаимная любовь у нас образовалась, это еще его книжка, это книжка обложек комикса Марвел исключительно, он рисует в основном обложке только, и очень их много, он их рисует, производит, прям, чуть ли не каждый день, ну, не каждый день, может, но раз в неделю точно, в общем, и вот еще его книжка, это Time Capsule, это вся его история с 94 по 2004, тут он просто, у него мужик, берет интервью, эта книжка черно-белая, но для фанатов Джефф Скотт Кэмпбелла, вот это, наверное, самая важная книжка, ну, комикс его, Danger Girl, мне больше всего нравится, потому что, когда он рисовал Danger Girl, уже его стиль уже сформировался, в Gen 13 он еще, как бы, он влияние Джима Ли там очень сильное, и стиль весь такой скачет от выпуска к выпуску, здесь уже стиль сформировался, и поэтому фанатам Джефф Скотт Кэмпбелла я посоветовал купить Danger Girl, наверное, комикс, и можно вот эту книжку, потому что здесь очень много рисунков, его тоже от самых первых до вот Gen 13, до уже когда тоже сформировалось все, и он рисовал какие-то свои штуки, но здесь он еще и на английском, конечно, но про все, все, все очень подробно рассказывает, что на него влияло, что на него когда-то произойдет впечатление про свои всякие любимые штуки, у меня, кстати, не все отбуки, которые я как бы хотел бы иметь, так что это не все, что на меня когда-то влияло, Бэнкси, я в стрит-арт не очень много что знаю про него, но Бэнкси, естественно, это классика стрит-арта, и его все любят, из художников, но знают и любят, Фантастик Уорлд, это книга Вильяма Стаута, или Билл Стаут, как я его называю, потому что я его тоже знаю, это художник, который делал очень много чего, он был художником-постановщиком на возвращении живых мертвецов, он был, он просто очень круто рисует динозавров, сейчас покажу, наверное, он их и прославился больше всего динозаврами, драконы, правда, написано, ну, в общем, кто любит динозавров, точно его картинки видели, ну, и вообще, он такой седовласый старикан, который очень круто все это, который очень давно в индустрии, точно не могла динозавров найти, с ним я познакомился, когда меня позвали на какое-то сборище Лос-Анджелесовских иллюстраторов, оказалось, что это были поминки этого одного из художников, как его, все время забываю его фамилию, который Swamp Thing придумал, и они просто все собирались и вспоминали всякие истории с ним связанные, я там не знаю, как с Настей оказались, но было интересно, потому что они постоянно говорили про Фрэнк Миллера, там, ну, короче, про суперзвезд комикс-индустрии и рассказывали такие неформатные истории про то, кто где кокаином обдолбался, там, еще что-то, вот, это все было очень интересно послушать, опять же, все эти люди, которые повлияли сейчас на индустрию кино, и в целом, когда-то они были, ну, в общем, как просто они все типа друзья, придумывали какие-то штуки, короче, очень вдохновляющая встреча была, и очень, я прям ее сильно запомнил, и бил этот стаут, сидел, рисовал передо мной, и он с нами больше всего побазарил, и потом вот я решил его книжку купить. Это книжка Роджера Дина, это английский иллюстратор, который делал, оформлял альбомы группы ЕС, и вообще у него очень такие прикольные иллюстрации, очень необычный такой стиль узнаваемый, аватар на нем опять же много очень от него взял, в основном он в 70-е работал, но он и сейчас живет, работает, его тоже мы встретили на LA арт-шоу совершенно случайно, Настя фанатка с ним сфоткалась, и вообще поставили, поговорили, ну сейчас ему лет 70 наверное уже, но до сих пор пишет, картины продает, Джейми Хьюллетт, ну это отец вообще гориллос, отец гориллос в прямом смысле, и это конечно очень крутой чувак, его книжка опять же must have для художников многих, она очень крутая, тут прям собрано все не только по гориллос, но и по всему его творчеству, но больше всего гориллос, потому что он сейчас конечно больше всего гориллос занимается, но тут очень классная например карта Таров в конце, целая большая глава, он рисовал Таро свои, и они очень очень круто выглядят, необычно, ну как бы тут все типа соблюдено из марсельской, да, этой колоды, по-моему, но все в его стиле нарисовано, я после этого подумал, что тоже надо Таро нарисовать свои, вот, ну и завершая подборку по художникам, я покажу свои пару книг, они такие тоненькие, после всех гигантов кажется, это моя книжка Red Peanut Book, которую первый я издал свою артбук в 2016 году, вот, хочу переиздать как можно скорее, потому что кончились, у меня буквально остались на полочке парочку экземпляров последних, а вот эта книжка Андрей Тарусов «Лучшие современные художники», называется, а здесь издательство «Комсомольская правда», издала про меня книжку с моими работами вот в серии там, типа, конечно, забавно, там Дали, Ван Гог, Тарусов и там дальше все современные художники, типа, и современные, но на самом деле там все подряд, вот, но все равно такой прикольный момент про меня, вот, что еще? Ну, давайте пройдемся по книгам по кино, то, что у меня по кино есть, потому что я кино очень люблю и, а, еще забыл про пинап, тут такую книжку «Пинап, гламурные образы», это как рисовать пинап, но тут какая-то сборная солянка из нескольких книжек, но в середине тут есть рисуем с Фрицем Уиллесом, это очень крутой художник, пинаповский, надо, кстати, книжку купить, он рассказывает, как он рисует маслом пинап, и это очень ценная часть этой книжки, а дальше там опять какая-то, ну, довольно большая часть, очень крутые у него работы, а дальше там опять какая-то жесть начинается, вообще, не к селонии города, не очень хорошая, ну, тоже какие-то художники типа знаменитые, но Фриц Виллис он круче всех них, так, ну, про кино что у меня есть, Дэвид Линч, как поймать большую рыбу, но это не всем про кино, это про медитацию скорее, его, к сожалению, он у нас презентацию книжки в Авгике устраивал, и я сидел рядом с ним прям вот вот так вот практически на ну, вот он съел, а я за ним сидел прям, может, мест нигде не было, все лекции он рассказывал, но тогда я как-то не купил эту книжку, он ее всем подписывал, вот, но решил купить попозже, почему нет, книжка прикольная, хорошая, зомби в кино, это я подумал, что так как у меня конекс спинапокалипсис про зомби, мне нужно книжку про зомби вот, ну, тут просто все фильмы про зомби и все их эти, как их, ну, фотки из этих книг, также, дальше, B-Movie, это довольно забавная книжка, плакаты к фильмам категории B, моим любимым фильмам, и плакаты у них из Дорожки, естественно, все, супер, с выдумкой, не то, что все современные плакаты, вот, так что тоже меня она вдохновляет иногда на что-то, Screen Deco, это книжка про декорации в сороковые, в кино, в тридцатые, сороковые, когда было Art Deco, модно и популярно, и делали, и снимали очень много фильмов, и вот про декорации, про фишки, тут, тут очень много необычной мебели, и вообще всего, вот, кто Art Deco увлекается, Screen Deco, это тоже очень классно, голливудские портреты звезд, это просто как сфотканы портреты звезд голливудских, знаменитые, самых, и тут схемы освещения для каждой фотографии, что очень полезно может быть для фотографов, хорошая книжка, и сами фотки очень крутые, Одри, книжка про Ауди Хэбберн, ну, не знаю, я много про нее книжек прочитал, потому что суперфанат ее, эту я, по-моему, не читал, потому что это какая-то просто, типа, ну, в целом, а может и читал, не знаю, ну, нормальная, про нее очень много книг, книжка, которая очень хорошая для тех, кто в кино хочет, кто хочет писать сценарий и прочее, Трюфо Хичкок, Трюфо берет интервью Хичкока всю книжку, по-моему, четыре огромных интервью за много лет они сделали, ну, в смысле, с перерывом в какие-то время, и Трюфо пишет свои мысли про кино, Хичкок пишет свои мысли, и все, они иногда сходятся, иногда нет, это отдельная книжка Тошен про Хичкок, про Хичкока, про его фильмы, но тут просто в основном красивые картинки со съемок и кадры из фильмов Хичкока, но я Хичкока очень сильно люблю, это, наверное, точно в пятерке моих любимых режиссеров, Бет Дэвис это старинная актриса, кто ее не знает, посмотрите фильмы с ее участием, особенно All About Eve, все о Еве, и да много всяких, не помню названия, ну, в общем, посмотрите с ней фильмы, она очень крутая актриса, она, по крайней мере, даже песни есть, Бет Дэви Сайз, у нее глаза такие супер яркие и выразительные, и, ну, она прям в супер культовых фильмах снималась, во-первых, во-вторых, она сама персона была очень не, не, как сказать, нестандартная, вот, она Оскар придумала название, ведь это Academy Award, просто называется, типа, награда Академии, но Оскар, это уже, типа, народная, но на самом деле считается, что это Бет Дэвис придумала имя Оскар, потому что в честь своего бывшего мужа, типа, она получила Оскар, у нее их очень много было, получила Оскар, и сказала, он похож на, типа, на моего мужа Оскара, его так стали звать, это просто книжка, которую я купил, типа, за доллар, или за 5 долларов, какой-то комиссионки, здесь, про мюзиклы, историях мюзиклов в картинках, ну, естественно, старинных, потому что я очень люблю мюзиклы, мой любимый жанр, это тоже из этой же комиссионки, по-моему, Movies of the Fortis, фильмы сороковых, ну, тут ничего такого интересного, вот эта книжка, очень хорошая для тех, кто хочет снимать кино, 101 урок, который я выучил в киношколе, супер, супер сжато, но все, что нужно знать для съемок фильмов, вот, и завершаем мы подборку про кино, книжкой Бород, которая, я внезапно увидел тоже в какой-то комиссионке, эта книжка супер жесть, потому что мне очень нравится Бород, фильм, и эта книжка, она как бы дополнение типа все про Казахстан и про его поездку в Америку, но тут сначала, во-первых, она написана наполовину по-русски, Казахский государственный цирк, и очень языком таким, как он говорит, с очень огромным количеством ошибок, и она очень дополняет, прям фильм, то есть, если вы посмотрели когда-то Бород, и вам, пример, Назар Бабышев, и вы посмотрели когда-то Бород, и вам понравилось, и вам не хватило, то вы можете, я не знаю, эту книгу, наверное, невозможно купить нигде, я не знаю вообще, как она чудо у меня оказалась, опять же, из комиссионки, но она прям дополняет фильм, как еще практически на фильм, там информация всякая, мир вымышленного Казахстана создан, итак, давайте пройдемся по комиксам, быстренько, их у меня на самом деле не очень много, давайте вот эту пачку разберем, в том, что я забыл с полки достать, Danger Girl, Джефф Скотт Кэмпбелл я сказал, Ракетир я сказал, итальянские, итальянские порно-комиксы, хочу очень поехать в Италию или во Францию, и накупить там всяких, вот таких книжечек, ой, поранил, вот это прям вообще порнота какая-то, Борделла Найтс, Ночи в борделе, тут вообще такая жесть, но они очень все равно смешные, и нелепые, и это годов 70-х, наверное, все творчество, но, во-первых, хорошо нарисовано, во-вторых, они реально настроение поднимают, вот, ну и вообще, прикольные книжечки, главное, они супер дешевые, типа по доллару, я их покупал, также комиксам можно отнести маленькую книжечку Ташен про Вандервумен, ну тут просто все, что Вандервумен касается, в основном обложки комиксов, просто мне нравится, как она чаще всего нарисована, и очень хорошо художники рисовали, это у меня какой-то комикс, за 2 доллара я купил, Fantastic Four, 70 какого-то, наверное, года, просто, просто, потому что старинные комиксы иногда хорошо имеют, ну, потому что они нарисованы хорошо, иногда просто, типа, ну не знаю, для чего, это Лига экстраординарных джентльменов, комикс, он немножко странно нарисован, но все равно довольно интересный, но не сказать, что мне вообще понравился, комикс Бомшеллс, это маленькое издание, ну, прям первый выпуск, да, номер один, его я купил, потому что меня, потому что он был знаковый для меня, когда он, я его купил сразу, как он вышел, потому что его хотели, чтобы я нарисовал, но у нас как-то с DC не получилось, и что-то не срослось, и в общем, они в итоге кого-то другого позвали его рисовать, но должен был его рисовать я, вот, и до сих пор жалею, что не получилось, наверное, у меня бы чуть-чуть по-другому жизнь сложилась, но, наверное, все равно так надо было. Так, Russia is Dead, Lemon Sky Presents, но это какой-то русский комикс, я купил на Комиконе в России, по-моему, или где-то в таком-то магазинчике, ну, прикольно, такой, анимешная русская девочка. Арт Адамс, это Артур Адамс, это художник, я не знаю, про что этот комикс, про каких-то кричи, фичерс, про каких-то тут и Годзилла, и Кинг-Конг, и чудовище из Black Lagoon, из Черной Лагуны, но я это не помню, откуда взял, но, в общем, из-за того, что мне нравится стиль Артура Адамса, а еще Джефф Скотт Кэмпбелл, которого я фанат, фанат Артура Адамса, очень большой, вот, поэтому я подумал, что надо хорошо иметь этот комикс. Еще один старинный комикс, Джулия Джонс, это вообще сороковые или пятьдесятые, а тут очень стиль где-то похож на моих девушек, вот он такой чисто пенаповский, такие дамы, и это комикс, который печатали в газетах в то время, и он весь там романтика, там, в общем, женские всякие, женские взгляды Оксаны Пушкина, всякие истории, там, он меня не любит, то и все, но, но он очень круто нарисован, чисто купил из-за того, что он так нарисован. Хеллбой, это маленький комикс, это, по-моему, просто маленькая книжечка, первый выпуск Хеллбоя, по-моему, первое, что я купил в Америке, еще и первое, что купил в Америке, я пришел в комикс-магазин, мы жили, у нас комикс-магазин был прямо, ну, очень близко с домом, и я увидел Red One, Welcome to America, короче, про какую-то супергероиню, которая русская, КГБшница, приехала в Америку, задание там выполнить, но он довольно хорошо нарисован, и я подумал, что, да, мне, в принципе, интересно было почитать, я никогда не не слышал про эту героиню, и вообще, и она что-то не очень дорого стоила, и вот я, тоже это было Хеллбой, и это, я, по-моему, за раз их купил, вот, Savage Dragon, это комикс, имидж комикс, с компанией, он очень хорошо нарисован, вот, кстати, моя закладочка, так, где я его читал, остановился, не усилил даже половину, короче, я думал, что он цветной будет, но он оказался черно-белый, вот, это меня немножко остановило, но он очень тоже лихо нарисованный, и художник, Эрик Ларсон, он очень крутой, вот такие вот, супер, вот, 90-е, и все, видите, мужики, они такие, мега-качки, женщины, супер-секс-бомбы, у всех ноги, там, 2 метра, грудь у всех огромная, силиконовая, обязательно, у всех волосы, очень большие, ну, прям, вот, такие метр в высоту, все кудрявые, ну, в общем, 80-е, 90-е, вот это, золотое время, для комиксов, еще один комикс, Фи Халк, тоже оттуда же, это, наверное, даже чуть пораньше еще, можно, ну, мне кажется, это тоже 80-е, мне тоже нравится, как оно нарисовано, опять же, волосы, ноги, грудь, а еще тут очень, а еще тут очень прикольно, тут слом, а, четвертой стены, то есть, видите, она там, как будто через, бумагу комиксов прорывается, и много тут таких фишечек, я, правда, еще не читал, но она сама все такая, пинаповская, очень пинаповская, поэтому, хороший комикс, вот, если пинап, кто любит, и комиксы любит, советую, щихалк читать, или смотреть, вампирелла, это, это, один из моих недавних покупок, испанский комикс, на самом деле, он, купил, только из-за того, что, смотрите, какая графика, ну, просто, шедевральная, оно, очень хорошо, тоже, во-первых, старинный, черно-белый, но очень хорошо нарисован, прям, супер хорошо, я его даже не читал, его чисто смотреть, и каждая картинка, как, это как бы, это вышло из вот этих комиксов, постепенно, но, когда, то ли бюджет больше стал, то ли охвата больше, ну, в общем, он плавно вышел из совсем ужасных, то ли, потому что он нарисован, написан, хорошо был, сделали из него, более грамотный такой большой комикс, в Эмпирелло, из вот таких, бульварного чтива, постепенно, а, а потом он сейчас вообще его в Америке делают, и Джефф Скотт Кэмпбелл, опять же, к нему рисует обложки, вот это, какой-то комикс мне дал друг, просто так, книжку, какой-то французский комикс, и он тут по-французски, мне просто очень нравится французский комикс тоже, мне вообще как-то европейский, чуть ли не больше нравятся, чем американские, как, кстати, вот заметили, у меня вся почти коллекция европейских комиксов, ну, очень хорошо нарисован цвета, сами движения, ну, движение кисти, всего, графика, очень крутая, вот, что еще, а, нет, вот последнее мое, вот это последнее мое приобретение, Mean Girls Club, это Райан Хешко, мы с ним тоже в Инстаграме немножко общаемся, это такой, тоже, во-первых, женщины пинаповские, во-вторых, это такой lowbrow art, стиль называется, сейчас очень популярный в Америке, это типа считается искусство, но невысокое, наоборот, искусство типа для низов, и они, как бы, эту тему педалируют, и всячески, всячески эксплуатируют, поэтому всякие, ну, короче, типа плохо нарисовано, но на самом-то деле, оно довольно интересно нарисовано, стиль очень прослеживается, что еще тут я из-за того, что забыл, ну, Watchmen, Хранители, оригинальный комикс на английском, это все знают, наверное, кто комиксы любит, давайте поднимем, оп, сейчас, так, все, взял, Брюс Тим, Мэд Лофф, Бэтмен, это, Брюс Тим, делал мультик, Бэтмен Анимейтед Сириес, и он создал Харли Квин, и вот этот комикс, основан на серии, когда он создал, которая, ну, первая серия, где Харли Квин появилась, культовый комикс, это опять европейская порнота, комиксы с голыми женщинами, очень хорошо нарисованы, и мне мужик, который это продавал, старый итальянец, он сидит на выставках, на всех, здесь, на Комиконах, я с ним подружился, он мне сказал, что этот художник, который рисует итальянские, вот такие порно-комиксы, на самом деле работает, ну, как не на самом деле, все знают, что он их рисует, вот еще его книжка, он работает профессором в художественной академии, так что он, на самом деле, суперкрутой, эти комиксы я набрал на дни бесплатных комиксов, это Корвак, или Корвач, сага, это комикс, который рисовал Отто Шмидт, один из моих любимых художников, опять же, и опять же, мой друг, ну, может, не друг, но знакомый, который рисует для Марвел, сейчас, и для DC, но он в основном рисует зеленую стрелу, но для Марвел, вот он нарисовал серию Корвак, сага, сага, вот такой комикс я купил, когда первый раз в Америке, по-моему, был, за доллар тоже, по-моему, 74-го года этот комикс, Бэтмен и Супермен, смотрите, вот он реально, его кто-то сдал в комиссионку, он очень прикольный, потому что, в плане, что вот он не в полиэтиленовом мешочке, а вот он весь такой пожелтел, а, Леди Киллер, это комикс про 50-е, про женщину-киллера, это тоже меня часто с ней, Джоэл Джонс, я его нарисал, я не знаю, это женщина или мужчина, но, в общем, меня часто сравнивают с этим комиксом, тоже стиль, тема, 50-е, Бетти и Вероника, комикс, который полностью нарисал Адам Хьюз, который обычно рисует обложки, а тут он нарисал весь комикс, он очень классно сделанный, тут цвета все-таки очень гармоничные, все нарисовано очень хорошо, но меня немножко расстроило, потому что один факт, то, что где-то, ну, то есть, почти везде очень видно, что он прям рисовал с фоток, я тоже с фоток рисую часто, но иногда прям, когда видно искажение от камеры там или еще что-то, оно иногда, ну, слишком, так скажем, бросается в глаза, вот когда слишком в глаза бросается, мне не очень нравится, вот, немножко меня расстроило, чудеса, это Marvel, это комикс, который я нарисовал полностью Алекс Росс, который рисует гуашью, акварелью полностью, комиксы, тоже он основной бложки рисует, но вот это его комикс, который он сам нарисовал целиком, по-моему, еще он Kingdome.com нарисовал Супермена, но это Marvel, вообще крутая идея, вся история типа комиксов Marvel через призму фотографа, который с 30-х до там типа 70-х или 80-х случайно видел этих всех героев и события, которые происходили по таймлайну, таймлайну вот этой вселенной Marvel комиксов, круто было бы, если бы его экранизировали, после того, как сделали бы вот эти всякие cinematic universe, сделали бы комикс, ой, фильм про то, как один тот же мужик случайно видел бы все вот эти события, ну, не знаю, вот, Story of War, это еще один Гуидо Крипакс, или, не знаю, как его читается, но пишется, Крипакс, еще один порно-художник, итальянский, наверное, тоже, очень-очень крутые комиксы, он делает, очень необычные, и хорошо нарисованные, вот я одну книжечку купил, его, это как писать комиксы, DC Гуид, DC Comics, это как создавать комиксы, DC, тоже гайд, еще у меня есть такая Frame Thing, хорошая, но это по раскадровкам, как делать хорошие композиции, ну, тоже для комиксов подойдет, буду делать курс, как рисовать комиксы, туда все это я включу, Марк Шульц, крутой, крутой художник, который рисовал тоже динозавров и женщин в 50-х, и Кадиллаки, и все такое, тоже очень стиль похож на Дэйва Стивенса и на мой, но он что-то то ли умер, то ли как-то не очень много что-ли у него работает, эта книжка по его работам ну, как-то вообще нигде нет, никто про него не знает, нигде их нет, Мэтт Бейкер это тоже комикс-художник, который тоже такой типа пин-ап рисовал и супер удивительно то, что он был черный и это очень большой, ну, такой, может, мулат, но, в общем, из 50-х это вообще супер редкость была. Раф Джастис это книжка Алекса Росса, художника, я ее купил, потому что ценена была, но она довольно интересная, тут все наброски и просто по супергероям хорошая. Так, ну, все практически. вот еще одна книжка, которую я забыл вначале сказать. Men's Adventures это тоже обложки палп-журналов старинных, где мужики спасают женщин. И тут тоже они разделены, тут и кому коммунисты нападают, и индейцы, и японцы, и фашисты, и кто только в общем не нападает, везде женщина в беде, и везде мужик ее спасает. Вот, очень забавная книжка, просто подбор, ну, все, их очень было много, я не знаю, тысячи этих книг было. И еще последние два комикса, это просто какой-то тоже старинный комикс из 70-х, который тоже очень хорошо нарисован, тоже у этого итальянца старого купил, Келли Грин называется, а вот это комикс эротический какого-то художника, по-моему, тоже европейский, просто про трех дам и про их приключения, Hot Charlotte называется, вот. Ну, вот это основные мои артбуки, еще у меня есть всякие совсем не очень интересные, которые я не особо советую совсем покупать, но я эти не советую, но тут есть несколько моих любимых книжек, но на самом деле в основном просто я покупал, чтобы как-то вдохновиться, подчеркнуть что-то для себя в технике и рисовании в основном, вот. вот, вот, я думаю, по этим книжкам можно судить очень сильно о моих увлечениях, о моих увлечениях плохим кино, старинными комиксами, старинными всякими штуками, эротикой и, ну и просто, и супергероями может быть, чуть-чуть, но супергероями меньше все на донышке супергероев там, вот. А в основном это просто крутые художники, которым я тоже хочу стать и для этого изучаю и покупаю книжки. И вам советую тоже ими становиться крутыми художниками. Вот. Ну все, всем пока. Это все. Может быть, сделаю такой же видос в России про книжки, которые у меня есть в России. Вот. Ну все, всем пока.